Привет, мои хорошие! Я тут распаковала заказ Фаберлик, сводчу новую палетку для себя, давно она уже есть в каталоге, просто в этот раз была на скидках, я думаю, возьму, попробую, я же такое люблю, но вот не уверена насчет румян, что-то плохо фокусируется, короче, вот такие румяна, яркие красные морковки, попробуем, сейчас посмотрим, тем более, что я заказала их новый тональник, который обещают, что перекроет все на свете. У меня особо нечего перекрывать, но я думаю, будет интересно протестировать, слушайте, здесь всего лишь 20 мл, ну посмотрим на расход, на перекрытие, все сегодня с вами проверим. Также в прошлом каталоге была новинка, это каял для глаз, я рисую с помощью него стрелки, очень понравилось, беру коричневый оттенок, он такой, знаете, насыщенный, почти черный, смотрится красиво и не отпечатывается, главное быстро растушевать, если вам это нужно. Карандаш для бровей постоянно беру, поэтому не буду на нем заострять внимание, тени, вот вы меня предупреждали, Лиля, закрывай тени, иначе быстро высохнут. Ну, я не послушалась и, конечно, высохли, заказала еще раз этот золотой оттенок, с жемчужным я уже таких ошибок не допускаю, красивый, вот его артикул, все, зафиксировали, классные тени, мне нравятся. Зубная нить, мама попросила заказать, ей очень нравится, 25 метров, с мятным вкусом, мойчик, краска, постоянно ее берем, вы знаете, мы ее очень любим. Для стирки в этот раз заказала по минимуму, потому что порошки быстро у меня не расходоваться стали, вот сухой порошок понравился больше реально, хотя жидкие тоже неплохие. Значит, смотрите, два кондиционера для белья, восточный пион и сенситив, здесь пишут о том, что смягчает ткань, но лучше смягчает вот тот вот с медвежонком умягчитель, я вам про него говорила, он у меня еще есть, поэтому не стала заказывать. Для мытья полов взяла еще раз цитрус и мята, что мне в нем нравится, после него не остаются разводы на ламинате, хоть там, не знаю, в разные стороны махать тряпкой, никаких разводов супер. Для мытья посуды взяла свой любимый лимон и мята, сладковатый, запах мохито, классный, ну для унитаза постоянно беру, очень нравится вот этот вот гель для душа, манго и папайя, банана, попробовала всю линейку, этот стал моим фаворитом. Вот это, девочки, кайф, все, перехожу от простых освежителей воздуха на акваспрей, потому что с ним вообще не задыхаешься, вот иногда, знаете, распылила, заходишь и все, начинаешь кашлять, здесь такого не происходит. Уже третий, этот я взяла сицилийский бергамот и расходуется не так быстро, это тоже мне понравилось. И последнее, девчонки, это антиперспирант, смотрите, они переделали крышечку и выпустили еще один аромат, среди антиперспирантов было только два. Теперь сеттинге попробуем, мне нравится на самом деле, хорошо защищает, не воняешь с ним, все супер. Так что вот такой у меня был заказ, сейчас давайте протестируем эти продукты. Девчонки, еще раз привет, это уже следующий день, вчера я на самом деле сделала макияж, но этот тональный крем оказался очень экономичный, и чтобы распределить его на все лицо, нужно маленькую капельку, а я, как обычно, выдавила на руку, потом там спонжиком прошлась и думаю, девочки, у меня толстенный слой, снимаю это и понимаю, что я вам просто неправильную информацию буду по нему давать, но зато я поносила его в течение всего дня, сделала выводы, могу сказать, что он не скатывается, не окисляется, не забивается в поры, даже с таким толстенным слоем, как у меня. Я нанесла патчи, почему? Потому что к вечеру у меня уже кожа вокруг глаз была, знаете, такая суховатая и сморщена, может быть от того, что я пудры много нанесла, может из-за этого тональника, не знаю, но, знаете, первые впечатления оказались такими, больше, скорее всего, этот тональный крем я покупать не буду, потому что я не вижу в нем супер перекрытия, то есть он для меня не сделал чего-то такого, чего не делают другие тональные кремы, больше мне нравится от Фаберлик вот этот, они, конечно, сейчас его перевыпустили, не знаю, так ли он хорош или нет, но на зимнее время года это был просто мой фаворит, и я ничем другим пользоваться, если честно, не хотела. Конечно, у всех кожа разная, кому-то понравится этот тональный крем, кому-то этот, вот допустим, сейчас летом я пользуюсь вот этим тональным кремом от Фаберлик, если мне нужно сделать макияж, он плотненький, он хорошо все перекрывает, он хорошо держится, не плывет, не окисляется, это супер. А по консистенции, значит, я заказала артикул 67-46, это второй по темноте, есть у них еще фарфоровый, я сейчас, вот этого достаточно, я сейчас нанесу на лицо, и вы увидите, что оно прям желтое, потом тональный крем подстраивается под тон кожи, видите, и прям вот так вот я сейчас распределю. Кстати, девочки, не повторяйте мою ошибку, не выдавливайте насильно себе черные точки на носу, я вчера, нет, позавчера, позавчера, что-то, знаете, стою у зеркала в ванной, смотрю, думаю, мой, черные точки, мне не нравятся, сейчас я их выдавлю, ага, теперь видите, какая прыщавая хожу, в общем, девочки, так не делайте, это нехорошо. Вот, прям тоненьким слоем отлично ложится, я буду в зеркало поближе краситься. Девчоночки, отвлек меня курьер, позвонил, говорит, везу вам посылку, а я же на телефон снимаю, успела его полностью распределить, видите, таким прям тончайшим слоем. Сейчас я похожу минут 20, приму эту посылку, как раз, чтобы не отвлекаться больше, и покажу вам, как тональный крем без припудривания будет вести себя через какое-то время, если, допустим, вы не закрепляете макияж. Сейчас это вот так. Нестая выполнена, я еще на себя даже в зеркало не посмотрела, ну вот смотрите, видите, немножечко в складке, но это нормально. А самое главное, смотрите поры на носу, то, что ничего не провалилось, все смотрится так же ровненько и красиво, это плюс. Давайте сегодня полностью сделаем макияж косметикой Феберлик, я вам все покажу, мне несложно с вами к палетке. Палетка, девочки, заслуживает вашего внимания, напомню, что она теплого потона. Как раз буду наносить кистью из Фикс Прайс, про которую вы меня спрашивали. И хочу у вас, девочки, спросить, кто заказывал себе кисти от Феберлик? Хорошие и нехорошие, стоит их заказывать? Я кисти люблю, если хорошие, то закажу. Наносим с вами контуринг. Скульптор, да, правильно? У меня здесь, правда, уже немножечко в перемешку с румянами после вчерашнего макияжа, я их не помыла, я кисти мою, ну, два раза крашусь и мою. Ну, вы смотрите, цвет достойный. Если где-то переборщили, остатками тональника прошлись. Мне нравится. Вот я прям буду действительно пользоваться. Если тональник, ну, так себе, то вот эта тройка прям супер. Да, вот этот красный оттенок надо было помыть кистью. Поверьте мне, на слово очень красивый. И прохожусь по границе, чтобы это не было суперярко. Палетка хорошо пигментированная, насыщенная. Видите, немножечко я вижу, как будто крошится, что ли она. Растушую. Ну, я вам показывала, да, сводчики вначале. В принципе, вот тут вот только мне надо дотушевать. Румяна мне уже и не нужны, да. На нос, чтобы все было гармонично. А я возьму еще вот такую кисточку пушистенькую. Немножечко, видите, сыпется. Это надо все показать. И на носу нарисую боевого барсука. И опять-таки это все подтушевывается пальцем. Но потом вот так вот. Во всяком случае, я так делаю. Красота же. Этот же оттенок нанесу в складку века. Видите, он прям насыщенный, действительно. Можно вот слегка прикоснуться. Вот первый раз, если будете краситься, чтобы пятен не наставить. Или не сделать слишком ярко, если вы этого не хотите. И то же самое. Приходим с вами к хайлайтеру. Он, девочки, тут поскромнее. Вот его можно смело прям набирать на кисть. И сюда. Смягчаю наверху границу. Вам слышно, как вводит сквозняк? Я прям слышу. Там дверь в ту комнату закрыта. И прям слышу, как вводит на носу. Но мне кажется, знаете, что эта палетка может раскраситься. И получится очень даже здорово. И сюда тоже хайлайтер я наношу. Так, у нас же есть еще жидкие тени, правильно? Тени, девочки, шикарные. Они мне очень нравятся. Ладно, не повторяйте мои ошибки. Так, сделали. Так, сделали. Сразу закрывайте. Иначе высохнет. И я тушую пальчиком. Очень красиво, очень. Переходим к стрелке. Это каял, который я вам показала в коричневом оттенке. Тут, девчонки, главное сильно его не вытаскивать. Потому что он очень мягкий и быстро ломается. Вот видите, это все, что у меня осталось. Я дважды его сломала. Вот так максимум. Иначе все, он точно поломается. Натягиваю глаз. И вот таким образом прохожусь. Межресничка и ресничный край. Вот так получилось. Отлично получилось. Немного дорисовываю угол. И вот тут тоже выравниваю. Можно взять плоскую, хорошо набитую кисть. И сделать прям такую дымчатую стрелочку. У меня такой задачи нет. Поэтому я рисую вот так. То же самое. Натягиваю глаз. И туда-сюда. Вот это мастер-класс, да? Как будто никто так не делает. Ну, мало ли. Так, вот сильно вышел. Обратно в домик. И рисуем хвостик. Все, главное, если что-то омазнули, сразу же вытирать. Иначе потом не вытретим. Тушь. Одна из моих любимых Faberlic называется Glam Chick. Ей главное девочке дать раскраситься. И вначале вы наносите тонкий слой. Можете оформить, допустим, пока одну бровь. Потом возвращаетесь. Если сразу же будете наслаивать, будет некрасиво. Давайте сделаем именно так. Вот так выглядит один слой. Без базы, только тушь. Так, коронаж для бровей. Тоже один из моих фаворитов. К нему нужно немножечко привыкнуть, если рисуете обычным. Потому что здесь супер тоненький карандаш. Артикул 50204. Это, по-моему, темный блонд. Либо коричневый блонд. Точно не помню. Удобная щеточка. У меня вот остатки моего перманентного макияжа. Меня все устраивает. Тоже спрашиваю, Лиля, не пожалела ли ты о том, что когда-то его сделала? Девочки, нет. Ни разу не пожалела. Сейчас единственное подкрашу. Вот когда я не накрашена, мне все устраивает. Нет никакой стеринки. Но когда я делаю полностью макияж лица, мне кажется, не хватает яркости бровям. Как будто они немножечко теряются. И я дополняю их с помощью карандаша. Плюс я делаю их чуточку теплее. Потому что когда я делала брови, я была с натуральным цветом волос. И хотела серо-коричневые. Сейчас я стала блондинкой вновь. И мне хочется теплинки на моих бровях. С помощью карандаша я это делаю. Карандаш хороший, не размазывается, не плывет. Можно вот так вот сделать. Видите? Ну вот так по насыщеннее лучше, правда? Кстати, у меня нет, девочки, ни одного продукта для губ от Фаберлик. Оказывается, у меня был тинт. Но я купила другой фирмы. Поняла, что другая фирма мне нравится больше. Белорусский, по-моему, взял тинт. И тот забрала подруга. Так что для губ у меня от Фаберлик ничего не осталось, девочки. Даже карандаша нету. Поэтому, если что, пожалуйста, подскажите. Хороший у них какой-нибудь вариант для оформления губ. Сегодня гелем закреплять не буду. Хотя мне очень нравится от Мистаис. Все, мы с вами брови оформили. Вроде все ровненько, отлично. Возвращаемся к туши. Кстати, здесь вот такая вот щеточка. Она как такой ёршик. Не знаю, как правильно они называются. Жесткие щетинки, которые даже неплохо прокрашивают. Главное, вот такими зигзагообразными движениями. Знаете, сейчас эта тушь не является моей самой любимой. Если вообще рассматривать на рынке туши, то больше мне, наверное, нравится Кабаре. Вот эта вот, которая с одной стороны. Сыворотка, база, да? А с другой стороны тушь. Вот как-то она делает еще лучше мои ресницы. Но если рассматривать от Фаберлик, то вот это мой фаворит, действительно, девочки. Вообще могу сказать, что косметика у Фаберлик оказалась довольно-таки достойной. Я раньше как думала. Ну, я пользовалась, на самом деле, разными каталожными фирмами. И все-таки Фаберлик для меня она, наверное, в приоритете. Я вижу, что у них качественная косметика, которой я действительно пользуюсь. Вот тональные кремы мне от других фирм не подходят. Если вот опять рассматривать, да? Которые продаются в каталоге. А у Фаберлик есть вот несколько продуктов, которые я прям очень люблю. Тени жидкие, наишикарнейшие. Карандаш для бровей. Мой любимчик. То есть, действительно, есть хорошие, качественные продукты. А то я раньше только Фаберлик дом заказывала. Ну, вот, реснички в несколько слоев я еще добавлю. Давайте я доделаю макияж. Оформлю губы и вернусь. Давайте покажу вам макияж. И при дневном освещении, при искусственном, вы уже его, наверное, оценили. Давайте поближе рассмотрим. Увидите поры. Все как надо. Смотрите, девчонки. Ну, во всяком случае, мне очень нравится. Напишите, какой косметикой Фаберлик пользуетесь вы. Я получила удовольствие от того, что сегодня сделала этот макияж вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok